Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Смотрящий за Хашури, вор в законе Нодаре Мумладзе, более известный в криминальных кругах как Нодар Рыжий. Небольшой грузинский городок Хашури, стал местом рождения семерых известных воров в законе. Все они родились в разное время, но практически все в дальнейшем уехали из города, чтобы осваивать новые для себя территории на бескрайних просторах СССР. Лишь одному из них Нодаре Мумладзе было суждено остаться в Хашури и со временем подчинить весь местный криминальный мир, представители которого чтили воровские законы. Нодар Рыжий. Нодаре Мумладзе родился 15 ноября 1953 года в Хашури, который и стал его постоянным местом проживания. Исключения составляли лишь многочисленные этапы по лагерям и колониям. Именно с отбыванием заключений Мумладзе, приходилось перемещаться по территории СССР. Но после каждой отсидки он вновь возвращался в родные пенаты. Свой первый срок Нодаре получил за кражу в 1974 году. Преступление было совершено в родном городе, и местный суд приговорил 21-летнего парня к 6 месяцам колонии общего режима. Впрочем, заключение не повлияло на его жизнь, и вернувшись на свободу, Мумладзе не стал примерять на себя образ добропорядочного гражданина, а поехал в город Боржоми, где вновь попался на краже, оказав при аресте сопротивление работникам милиции. Тогда Фемида была уже не так благосклонна к рецидивисту, и Нодаре Мумладзе отправился отбывать трехгодичный срок в знаменитый Владимирский Централ. В то время в Централе находилось много воров в законе. Мумладзе получил от них прозвище Нодар Рыжий, и был назначен в тюрьме на положение от воров, то есть стал человеком, который мог решать вопросы, заключенных от имени воров в законе. Положенец из него вышел уверенный Нодаре мог сразу вникнуть в суть проблем, и быстро вынести свое решение по ней. Как правило, все соглашались с его аргументами, и недовольных среди осужденных не было. Коронация. Воровской подход к Нодару Рыжему был совершен, как и полагалось в тюремных застенках. Получив в 1980 году очередные полтора года заключения, и прибыв в колонию города Ксани, он оказался здесь в компании таких воров, как Джимал Хачидзе, Джимал Суромский, Михаил Ахавитов, Чокна и Захарий Калашов, Шакра Молодой. Они то и выступили крестными отцами для Мумладзе, короновав его практически в первый месяц после прибытия в зону. Следующий этап был для Нодара Рыжего не за горами, сразу же по освобождению, он вновь был пойман на преступлении и осужден на два года колонии строгого режима. Свой срок он отбывал вначале в том же Ксане, а затем в Овчале, где вместе с другими находящимися здесь авторитетами пропагандировал воровской ход. В то время практически все зоны контролировались ворами, которые имели влияние вероятно большее, чем администрации тюрем. В перерывах между заключениями Нодаре успевал поддерживать криминалитет в родном городе. Его всегда после очередного отбытия наказания встречали коллеги по криминальному ремеслу и устраивали хороший прием. Все-таки Нодар Рыжий был их лидером, являясь смотрящим за Хашури. 1985 год принес в жизнь вора новый срок в два с половиной года. В 1988 году новое заключение на два года. Нодар Рыжий действительно доказал постоянными отсидками, что был коронован не зря в качестве законного вора, для которого тюрьма родной дом. Перестройка. Перестроечные времена, когда великая страна распалась на множество других стран, были встречены криминальным сообществом на ура. Началась эпоха легального бизнеса для коммерсантов и криминального бизнеса для авторитетных уголовников. Так и Нодаре смог приспособиться к новой для себя эпохе, которая вместе с богатствами стала приносить и обилие смертей криминальных авторитетов, в среде которых начался настоящий криминальный передел. Нодар Рыжий начал осваивать рэкет, первое занятие бандитов того времени. Поставив под свой контроль торговца в Хашуре, он решил, что сможет потянуть и более серьезное направление торговлю оружием. Связи у него для этого имелись. Но Нодаре не учел, что таким образом влез на территорию действительно матерых хищников, для которых не было никаких ценностей, кроме денег. Воровские законы после перестройки уже не соблюдались, и схватить пулю мог любой из авторитетов, независимо от его заслуг перед криминальным миром. 8 декабря 1993 года Нодару Рыжему была забита бандитская стрелка, людьми одного из его оппонентов по торговле оружием. Вор в законе приехал на нее не прихватив даже пистолета, так как действительно чтил воровские законы, и не мог появиться на таком мероприятии с оружием. Встреча должна была состояться в офисе партии Нинобурджанадзе в Гари, восточная Грузия. Но Нодаре даже не успел зайти в здание, как был расстрелян из автомата Калашникова. Похоронили вора в родном городе. Нодаре Мумладзе остался последним законником из Хашури, который даже в непростые для воров времена продолжал отстаивать воровские традиции. Нодаре Мумладзе родился 15 ноября 1953 года в Хашури, который и стал его постоянным местом проживания. Исключения составляли лишь многочисленные этапы по лагерям и колониям. Именно с отбыванием заключений Мумладзе, приходилось перемещаться по территории СССР. Но после каждой отсидки он вновь возвращался в родные пенаты. Свой первый срок Нодаре получил за кражу, в 1974 году. Преступление было совершено в родном городе, и местный суд приговорил 21-летнего парня, к шести месяцам колония общего режима. Впрочем, заключение не повлияло на его жизнь, и вернувшись на свободу, Мумладзе не стал примерять на себя образ добропорядочного гражданина, а поехал в город Боржоми, где вновь попался на кражи, оказав при аресте сопротивление работникам милиции. Тогда Фемида была уже не так благосклона к рецидивисту, и Нодаре Мумладзе отправился отбывать трехгодичный срок, в знаменитый Владимирский Централ. В то время в Централе находилось много воров в законе. Мумладзе получил от них прозвище Нодар Рыжий, и был назначен в тюрьме на положение от воров, то есть стал человеком, который мог решать вопросы, заключенных от имени воров в законе. Положенец из него вышел уверенный Нодаре мог, сразу вникнуть в суть проблем, и быстро вынести свое решение по ней. Как правило все соглашались с его аргументами, и недовольных среди осознанных не было. Конакция. Воровской подход к Нодару Рыжему был совершен, как и полагалось в тюремных застенках. Получив в 1980 году очередные полтора года заключения, и прибыв в колонию города Ксани, он оказался здесь в компании таких воров, как Джамал Хачидзе, Джамал Суромский, Михаил Ахавитов, Чокна, и Захарий Калашов, Шакра Молодой. Они то и выступили крестными отцами для Мумладзе, короновав его практически в первый месяц после прибытия в зону. Следующий этап был для Нодара Рыжего не за горами, сразу же по освобождению, он вновь был пойман на преступлении, и осужден на два года колонии строгого режима. Свой срок он отбывал вначале в том же Ксане, а затем в Овчале, где вместе с другими находящимися здесь авторитетами пропагандировал воровской ход. В то время практически все зоны контролировались ворами, которые имели влияние вероятно больше, чем администрации тюрем. В перерывах между заключениями Нодаре успевал поддерживать криминалитет в родном городе. Его всегда после очередного отбытия наказания встречали коллеги по криминальному ремеслу и устраивали хороший прием. Все-таки Нодар Рыжий был их лидером, являясь смотрящим за Хашури. 1985 год принес в жизнь вора новый срок в два с половиной года. В 1988 году новое заключение на два года. Нодар Рыжий действительно доказал постоянными отсидками, что был коронован не зря в качестве законного вора, для которого тюрьма родной дом. Перестройка. Перестроечные времена, когда великая страна распалась на множество других стран, были встречены криминальным сообществом на ура. Началась эпоха легального бизнеса для коммерсантов, и криминального бизнеса для авторитетных уголовников. Так и Нодаре смог приспособиться к новой для себя эпохе, которая вместе с богатствами стала приносить, и обилие смертей криминальных авторитетов, в среде которых начался настоящий криминальный передел. Нодар Рыжий начал осваивать рэкет, первое занятие бандитов того времени. Поставив под свой контроль торговцев Хашури, он решил, что сможет потянуть и более серьезное направление торговлю оружием. В связи у него до этого имелись. Но Нодаре не учел, что таким образом влез на территорию, действительно матерых хищников, для которых не было никаких ценностей, кроме денег. Воровские законы после перестройки уже не соблюдались, и схватить пулю мог любой из авторитетов, независимо от его заслуг перед криминальным миром. 8 декабря 1993 года Нодару Рыжему была забита бандитская стрелка, людьми одного из его оппонентов по торговле оружием. Вор в законе приехал на нее не прихватив даже пистолета, так как действительно чтил воровские законы, и не мог появиться на таком мероприятии с оружием. Встреча должна была состояться, в офисе партии Нинобурджанадзе в горе, Восточная Грузия. Но Нодаре даже не успел зайти в здание, как был расстрелян из-за атомата калашникова. Похоронили вора в родном городе. Нодаре Мумладзе остался последним законником из Хашури, который даже в непростые для воров времена, продолжал отстаивать воровские традиции. Субтитры создавал DimaTorzok